Всем здравствуйте! Вы на канале Деревенские Посиделки. С вами Ирина. Сегодня предлагаю вашему вниманию небольшой обзорчик покупочек в гипермаркете Аша. Это, конечно же, не все продукты, которые мы закупаем на неделе, но хочу просто быстренько пробежаться по ценам. Все подорожало. Даже тот же пакет зелененький, который маечку продавался недавно, еще рук 50, рук 90, был теперь уже стоит 3 рубля. Вот такие неутешительные выводы я сделала, побывав в Ашане. Была уже там, не была, вернее, там уже давно. И вот, в принципе, я пошла за индейкой, потому что в наших магазинчиках, которые в шаговой доступности индейка нигде почему-то не продается. В те магазины, в которых мы ежедневно ходим за молоком, за хлебом. Вот пошла за индейкой, ну и чуть-чуть прикупила. Сейчас вам расскажу, что. Значит, берем мы вот такую индейку, потому что Индолина фирма сейчас не поставляет продукцию. Вот стали мы брать индейку Пава-Пава. Это тоже российский производитель. К сожалению, тут очень-очень мелко. Не вижу, из какого это города. Первый майский район. В общем, непонятно, какая область. Настолько мелко все написано. А Тамбовская область, я прочитала еле-еле, даже в очках не видно. Тамбовская область, неплохого качества. Здесь вот такой значок стоит стопроцентная индейка. На самом деле она не красная, как другие фарши. Вот видите, она такой нежный розовый цвет. Имеет, то есть, в принципе, все только натуральное мясо. Мы много раз ее брали. Очень нам нравится вот этот фарш. И фрикадельки я из него делаю, и котлетки. В общем, очень-очень неплохой. Здесь 500 граммов. Стоит килограмм, значит, где-то 300 с чем-то рублей. В общем, полки, вот эти вот 500 граммов стоят 169. Ну, в общем, нажать на 2, сколько будет килограмм. Из всех видов индейки, которые у нас продаются, это вот самая недорогая, самая нормального качества. Вот, еще взяли, вот попробовать тульскую индейку. Ни разу не брала фирма Краснобор. Первый раз увидела ее. Написано, что не содержит хлор, то есть, не вымачивалась в хлоре. Вы знаете, наверное, что если мясо старое, залеживается на комбинатах, его вымачивают в хлорке, и затем продают как свежее, чтобы запаха не было. Ну, вот тут такой значок стоит, не знаю, посмотрим. Тоже цвет достаточно натуральный, бледно-розовый, без красного всяческого оттенка. Вот, килограмм, здесь около килограмма 862 грамма. И вот такая вот индейка стоит, вот этот вот, 299 рублей. Но это филе, поэтому оно подороже, 800. На него была скидка 800 граммов, 299. То есть, считайте, сколько будет килограмм. Тоже 300 с небольшим. Из всех упаковок с филе, вот этот был со скидочкой, написана была скидка. Я взяла попробовать. Годность, видите, хорошая очень, до 19 числа. В принципе, нормально. 12 изготовлено, сегодня 17. Вот, возьму, посмотрю. Мы сделаем гуляш с овощами. С индейкой очень-очень любим. Мясо очень хорошо усваивается, быстро готовится. В общем, что-то мы подсели на индейку. Так, дальше пошла за индейкой. Как говорится, купила еще всего по чуть-чуть. Значит, любим мы очень травяные чаи. Вот такие вот белорусского производства. Вот вечером пьем вот такой чай с медом. Сюда входят шишки хмеля, валерья, нарой, буш, мята, стевия, ромашка и мелиса. Очень нравится нам этот чаек. Постоянно берем его в Ашане. Вот этот вот чаек стоит 57 рублей. Белорус, производство Белоруссия. Вот, и тоже берем иногда вот такие вот чайки. Тоже натуральный, стопроцентный. Это боярышник, высушенные ягоды боярышника. Это уже производство России. Сейчас скажу вам, какой регион производит. Московская область, вот, боярышник. Тут чисто один боярышник, тоже в пакетике очень удобно заваривать. Добавлять можно, например, к чаю, к черному пакетику. Очень получается такой насыщенный, терпкий вкус, потому что сам боярышник, он красного цвета напиток, очень вкусный. Нам нравится вот такой чаек, вот, травяной. Ну, и плюс ко всему, у меня, как вы знаете, по моим видео, кто следит за каналом, очень много заготовлено своих чаев. Вот, показываю душица. У меня вот, видите, засушена душица. У меня есть видео, как сушить и хранить душицу. Вот я ее в стеклянных баночках храню. Тоже мы в чаек добавлять любим. Потом, вот у нас, вот такими мы объемами заготавливаем, Иван, чай. Ферментированный, видите, да? Трехлитровыми банками. Вот, немножко просыпала. В общем, это только, как бы, часть травяных чаев, которые мы докупаем. Основную массу мы заготавливаем сами. Значит, дальше купила вот такое масло, потому что наше масло, которое мы берем местного производства, закончилось, и за ним довольно далеко идти. Ну, решила попробовать. Оно, конечно, низкой жирности, но, по крайней мере, без добавления, написано, искусство этого растительного жира. Мы как-то его брали, конечно, пачечки были раньше побольше и подешевле. Сейчас вот такое масло стоит 74 рубля. В общем, 75 почти. Ну, в общем, взяла, потому что другое закончилось. Также много раз брали вот такую сметану. Она 10% тоже без добавления, значит, растительных жиров. Прилично, нормальная сметана. Вот срок годности хорошей тоже взяла упаковочку. Ну, все знают, 19 рублей всего. Вот такая баночка стоит недорого. Также люблю я биокефир брать. Правда, вот такой фирмы никогда не беру, потому что она есть только в Ашане. Вот беру местных производителей. Но сегодня вот взяла, поскольку уж была, тем более, что тут 1% кефир редко можно встретить. 28 рублей. Вот такой вот 500-граммовый пакетик. Вот, в общем, купила. И со скидочками акции сейчас идут на шоколад в Ашане. Они там практически всегда идут акции. Значит, очень любим мы фабрику имени Крупска, Питерскую. Вот, там шоколад особый очень вкусный. Постоянно его берем. Сейчас вот взяла белочку. Белочка со скидкой 64,90 сейчас стоит в Ашане. У нас в магазинах почему-то вот такой шоколадки вообще не найдешь нигде в местных. Только приходится вот в Ашане брать. Ну и вот такой вот 99 рублей. Это со скидкой уже он достаточно дорогой, вот этот шоколад. Производство, чье тут написано, лицензия Москва. Так, какой-то вот, в общем, Германия написано. Импортный он. Вот, конечно, не люблю я импортный шоколад. Но вот этот шоколад из всех импортных более-менее шоколадный, так скажем. Похож хотя бы на шоколад. 78% написано какао. Ну, в общем, берем мы его со скидкой. Вот он 99 рублей. 80 копеек, по-моему, да. Вот такой вот небольшой обзорчик. Значит, сильно подорожала продуктовая продукция в Ашане. Химическая, ну, бытовая химия, она как традиционно была низко, так цена низкая пока что держится. Ну, и то некоторые вещи, например, кошачий корм у них подорожал, ну, и так далее. В общем, вот. Еще закупила вот столько семян. В основном по рубль 40. Хороший срок годности выложили, наконец-то, до 20-го дома. Ну, это будет отдельный обзорчик по семенам. В скором времени сниму. На сезон 20-го года. Немножко докупаю те травки, которые у меня закончились. Вот. Подробненько сейчас буду вам снимать. Просто хочу сказать, что в Ашане будьте осторожны. Очень много лежит просрочки. Я уже с этим сталкивалась. Не первый год. Поэтому, кто в Ашане любит покупать семена, обязательно смотрите вот сюда. Вот. Я сегодня купила все семена до 20-го, до декабря 20-го. То есть, год начнется, и весь сезон они будут, в общем, в хорошем этом самом состоянии. Вот до 21-го даже есть. Опять же, их нужно искать. Они так замаскированы. Сверху лежат просроченные семена. То есть, продавцы выталкивают в первую очередь просроченные семена. Вот даже до 25-го года есть. Срок годности очень хороший выложен. Опять же, искала, 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 искала. Сверху лежат просрочка. 18-19 год. Вот. 20-й год тоже. Ну, почему беру с таким сроком? Потому что обжигалась уже не раз. Казалось бы, вроде бы сумма небольшая. Набираешь много семян. Кажется, ну вот-вот-вот, только срок вышел. Но на самом деле, почему-то семена именно из Ашана всходит очень-очень плохо, очень туго. Поэтому уж беру с запасом, как говорится. Вот. Значит, хотела призвать вас подписываться на наш канал. И теперь уже кнопочка вот эта «Подписаться». Там три варианта колокольчиков высвечивается. Поэтому будьте внимательны. Надо нажимать, чтобы к вам приходили оповещения на самый темный колокольчик. Вот. Поэтому всем удачи, всем хороших покупок. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!